Торопись медленно. Будет интересно, подпишись и поставь лайк. Учитель, почему вы не даете мне больше заданий, тогда как другие получают чуть ли не каждый день новые? Спросил ученик учителя. Я отвечу тебе, но только не сейчас. Сейчас давай пообедаем. Ученик согласился, тем более что он был голоден, только позволь мне самому тебя кормить. Ученику это показалось странным, но тем не менее, он согласился, думая, что так учителя проявляют к нему больше внимания, чем к другим ученикам. Принесли угощение, учитель набрал в ложку вкусного, ароматного и сочного плова и поднес ее ко рту ученика, который с аппетитом принялся есть сказочное кушанье. От удовольствия он закачал головой, закрыл глаза и хотел было восхищение похвалить умение повара, но как только он открыл рот, чтобы сказать, ваааа, какое это чудо, как очередная ложка оказалась у него во рту. Он начал пережевывать, но не успев дожевать, его рот пополнился еще одной ложкой великолепного блюда. Он жевал все быстрее и быстрее, и несмотря на это, ложка с пловом все чаще и чаще оказывалась у него во рту, даже прежде чем он успевал прожевать предыдущую. Наконец, ученик не выдержал и с полным ртом воскликнул. Мы что, куда-то спешим? Почему вы наполняете мой рот, прежде чем я успеваю прожевать и насладиться вкусом этого чудесного плова? Неужели нельзя есть не спеша за приятной беседой? Можно, но ведь тебе так нравится, сказал учитель. Мне? Вы что? Кто вам это сказал? Ты сам был часа назад. Я? Изумленно спросил ученик. Ну не я же просил давать тебе новые уроки, когда прежние еще не пережеваны и не усвоены тобой. Давать тебе новые задания, прежде чем ты выполнишь и усвоишь предыдущие, все равно, что наполнять пищей полный рот. Не торопись набирать много заданий и не торопись выполнять их. Торопись медленно, говорили древние, чтобы не прозевать жизнь. Выполняй их с радостью и усердием, а не с торопливостью. Не превращай жизнь в погоню, ощути вкус жизни и наслаждайся им.